Я Татьяна Догилева. Я актриса. Я не занимаюсь политикой, потому что, на мой взгляд, это дело на сегодняшний момент в нашей стране абсолютно безнадежное. Но есть люди, которые сделали это своей профессией. У них, наверное, есть свои резоны для этого. Они играют в свои какие-то жестокие грязные игры, и это их дело. Но для чего они туда приобретают детей? Во свои взрослые, свои некрасивые, свои страшные игры. Зачем? И зачем они оскорбляют и обрекают на умирание самых беззащитных, самых обездоленных? Вот просто представьте, есть несколько детей больных, без мамы и папы, живущих в страшных детдомах. К ним уже приезжали родители из Америки и сказали, я твоя мама и папа. Они приезжали три раза, они показали им дома, где они будут жить. И эти дети, им от трех до шести лет, они уже поверили, они ждут эту маму и папу. А потом принимается вот этот закон, какие-то дяди и тети, играя в свои жестокие страшные игры, и этим несчастным детям, кто даун, у кого спинная грыжа, у кого еще какая-то болезнь. Приходит воспитательница и говорит, нет, мама и папа тебя не заберут, потому что дяденьки и тетеньки в думе приняли такой закон, что тебя нельзя, чтобы у тебя были папа и мама. Вот вы просто вот это представьте, без политики, без всего. Вот просто представьте, как это страшно. Ну, я не обращаюсь там к Лаховой, Горячевой. Они всю жизнь в этих креслах сидят, и я уже не понимаю, что это за существа. Но есть там в этой заведении люди, которых я знаю. Я вот, например, хочу обратиться к Алине Кабаевой, которую я знала, когда она была гимнасткой. Она одно время хотела быть артисткой и приходила ко мне на некую консультацию. Это очаровательная была девушка, светлая, чистая, наивная. Алина, ты зачем за этот закон проголосовала? Тебе что, вот этих детей не жалко? Вот конкретных, ты просто представь их, вот этих детишек. Тебе их что, не жалко? Они же умрут там, Алина. То же самое Бортко. Владимир Владимирович, я у вас снималась, я знаю, вы талантливый, вы умный человек. Как вы могли за это проголосовать? Не знаю, вы просто опомнитесь, очнитесь просто. Вы просто вот представьте вот этих маленьких несчастных людей, которых вы обрекли на смерти, даже уже на кладбище место им выделили, чтобы они померли здесь ради каких-то ваших игр. Опомнитесь.